Хорошо. Попробуем отыграться. Сейчас я попытаюсь чуть-чуть меньше комментировать, чуть-чуть больше, собственно, играть в шахматы. Русская партия. Всегда вариант с С4. Он довольно популярен в последние годы. Конечно, ничего по большому счету белым не обещает, но русскую партию, в принципе, очень тяжело пробить. Ф5 интересное решение. Мне в него не очень верится, потому что черный слон не на Д6, и пешка не на Д5. То есть, по-моему, просто ослабление структуры ради ослабления структуры. Но, с другой стороны, позиция была разбалансирована, и если я буду играть, как в предыдущих партиях, то просто опять не справлюсь с управлением на флаге. Поэтому я попытаюсь играть быстрее и слабее. ДФ7. Поставлю Ладью в центр. Там была интересная ДФ5, но я решил ее в этот раз не проверять. Раз с целью не уронить флаг, как во всех предыдущих партиях. Опять она есть. Опять хочется ее проверить очень сильно. Это трудно идти против своей натуры, как шахматистов все-таки, а не Блицора. Есть нормальный человеческий ход Ладья Е2, Ладья Е2, Ладья Е1 сдвоится. Ну ладно, давайте попробуем С5. Одна БЦ. Слон Б5, ферзия 4, Слон С4, ДЦ. Все эти ходы возможны. Хватит ДЦ сыграем. Явно здесь что-то сделано не так. То есть позиция 5. Опять позиция крайне хороша для белых объективная. Опять я просто не успеваю сообразить, скажем так, что мне делать. Много из шахов, все они заманчивы. Можно просто взять на И7. Возьму на И7. Конь скорее всего возьмет, да. Подтяну вторую ладью. Прицел черный ужасающий, как и в принципе было часто до этого. Ну, придется как-то добить моего соперника в этот раз все-таки. НЦ4, Конь G5 неплохо смотрит. Конь на И7 идет. Видимо тут мой соперник не устоит. Слишком, слишком плохая позиция. Просто когда трагически у черных слабый король. И все остальное тоже не впечатляет. Сейчас скорее всего мой оппонент ищет, как ему убрать ферзя, так чтобы после кони в 7 отскока конем самый ферзь не потерялся, но сразу не видно, как это сделать. А, он предупреждает просто его отдать. Ну, это, конечно, вариант в принципе. Но ферзь... Ферзь это довольно серьезно. Лишний ферзь. Ферзь А4 еще какой-то трюк есть с двойным ударом. Неплохо смотрится. Ну, на Е8 удар и на Ц4, собственно. Придимо, я опять слегка отстал по времени, но все-таки не до такой степени, как в предыдущих партиях. Это сразу сказалось. Продолжаем. Продолжаем. Опять будет Шотландка. Или Слон С-4. Слон С-4. Ну, давайте. Попытаюсь сделать все то же самое тут, но только теперь побыстрее. 1-2-0. С-6-Б-Ц. Слон Е-3. Так, вот видите, а в прошлый раз вроде бы не Слон Е-3, а Ф-3 была сыграна. Так что мне придется по новой искать хады, а это всегда неприятно. Ферзь Д-8, Ф-3 теперь неприятно. Для меня очень. Ширине проблемы действительно доставляют. Ну, тогда я возьму на Д-4. На Слон Д-4 или на Ферзь Д-4, он на оба хода С-5 отреагирует. Да, Ферзь Д-4, это же поразумнее, потому что теперь не обязательно его вырешать на Д-1, можно на Д-3. Хотя, на самом деле, вопрос, куда лучше, но, по крайней мере, у белых есть выбор. А можно вообще на А-4, где на А-4 ход странный. Теперь у меня Д-4 есть на Ферзь С-6, пока слон Ф-5, я ничего не теряю. Мне это же позволяет Ферзь Д-5 завести, то есть полное игнорирование всех идей черных по белым полям. Ферзь еще на А-4 какой-то странный. Но опять мой соперник все это исполняет быстро и уверенно, а это очень важно в Блице. Я вот сейчас выбираю, хотя бы все громное количество заманчивых ходов, надо бы, понимаете, надо быстро делать любой из них, но вот у меня так не получается. Поэтому результаты в Блице страдают. Да, я думаю, что я всех уже, если честно, всем поднадоел этим нытьем. Но, в конце концов, мое видео, мои правила. Ф3, кстати, не стоило запускать, но мне надо было как-то все-таки поточнее сыграть. Например, Ли-Б8. Значит, Ферзь С-5 вынужденная мера. Ну, конечно, вынужденная, совершенно не факт, что плохая. Для меня Ли-Б8. Пешка на С-5 пока неприкосновенная за конь Е6. Это слон Ж5, Ферзь Ж5. Конь куда-то там идет на... То есть Ферзь идет куда-то на Е3. Сейчас Конь Д2, то слон Ф3 грозит. То есть Ферзь А5 приходится играть. Но я там могу нормально коня переставить наконец-то. И Ферзь С-5, Ферзь С-5 уже теперь упрусь, получается, в эту блокаду. Точнее не в блокаду, а вот просто в этот волнорез. Что мне делать? Д3, наверное, слишком вызывающе. Ж5 попробую. Сиди А4, А4. Сберник, наверное, А4 поставит. Но это должно быть выгодное для меня изменение. Есть еще вообще такой диковатый ход Ж5. Я его попробую. Белый Ферзь на опять чуть-чуть далеко. Может мне удастся что-то из этого извлечь. Правда, вот он может на Е1 вернуться. Я недооценил такую подвох, такую пилюлю. Здесь, правда, слон А6 появляется ресурс и ладья Б2. Так, ну что меня напрягает в этой позиции очень сильно. Сейчас Конь через Д2 пойдет на Е4. Неприятно. Я, наверное, условия Блиц партии не могу позволить белому коню туда попасть. То есть я должен сразу его менять. Правда, белый Снок, он Е4 сыграет. И просто слон Е4, Ферзь Е4, Ферзь очень активно окажется. Ферзь С1, это какие-то идеи там навалиться на пешку Ж5. И ладья пока висит. Ладья Б6, КНС-4, двойной удар. Правда, там ладья Б4 от контр-удар. Конь А5, еще один контр-удар. Но у меня защитил он Ж5, поэтому давайте попробуем. Отстал уже на минуту. Слишком много говорю опять. Хотя я собирался этого не делать. Лицы, скорее всего, у белых... У черных неплохая, но довольно опасная. С другой стороны Конь на Е6, наверное, должен более-менее все контролировать. Заведу А3 в надежде на Ж3. Конечно, Ж3 не последует. Так, что мне делать? Что мне делать? Сейчас будет ЖАЖ и Диаб пойдет поли ниже. Лиа Ш3 был ход очень бездарный, откровенно говоря. ЖАЖ, Ферзь С4, ладья Ж2. Краголь А7. Ферзь Ф6 просто. И так даже, да. Ой-ой-ой, Ферзь Ф5 же. Так, ну тут... Краголь А6 надо было пробовать. А нам, в основном, просто на В4 не был бы мат. Ну и в любом случае мат последовал. Субтитры сделал DimaTorzok